Перевод книги был осуществлен на основе научных консультаций с видными учеными из Египта, Турции и России. Работа прошла экспертизу Комитета по делам религий и отредактирована специалистами Международной Исламской Академии и Центра Исламской Цивилизации. Как отметил учитель имам Бухари Исах ибн Рахавайх, что эта книга очарует любого, потому что в нем содержится этот тарих у Сырир, и есть еще продолжение, то есть тарих у Кабир, то есть большая история и средняя история. И во всех этих трех книгах содержится десятки тысяч таких ученых, имена и краткая история, биография. В малую историю вошли имена, месторасположение и автобиографические образы 2997 рави. Так называли передатчиков хадисов, чьи труды и тексты восходили к сподвижникам пророка Мухаммада. Сквозь века передавались мудрость, благоразумие, правдивость. Книга состоит из 42 глав, содержит 305 примечаний и комментариев, 145 пояснений. Важность этой книги для развития хадисов венческой сферы, которая развивается в нынешнем Узбекистане. Второе, чтобы перевод узбекский язык, оно дается в такую возможность, чтобы наши молодежи ознакомились с трудом наших предков. Научное наследие наших предков — это настоящий инструктаж, ценный ресурс для исследователей, занимающихся наукой о хадисах и истории передатчиков. Имам Бухари в свои 18 лет наизусть знал 70 тысяч хадисов. И в своей книге он рассказывает о почти трех тысячах праведниках, которые передавали изречение пророка Мухаммада. Согласно рукописным источникам, на протяжении всей своей жизни богослов передает информацию о свыше 15 тысячах праведников. Недавно научный коллектив Центра проделал огромную работу по презентации книги. Ее представили зарубежными местным научным кругом. Также в скором времени она будет направлена в ведущие научные центры мира с аннотациями на арабском, английском и русском языках. Перевод работы имама Бухари на узбекский язык является продолжением реализации дорожной карты по исследованию и распространению научного наследия ученых. Он служит важным источником для изучения хадисов и истории их передачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова